Вот, мы поговорим сегодня о мечте. У всех есть какие-то мечты? Блин, я выбрал слово самое ужасное на русском, потому что его нельзя как-то склонять во множество мечты, мечтаний, мечт. Вот, поэтому вы меня простите, я давно живу в Израиле, я таким образом всегда отмазываюсь, что мой русский не самый лучший. Вот, поэтому мы поговорим про мечты. Все тут мечтают? Вот, чел, 11 утра, мы вчера бухали до двух, какие мечты вообще. Кофе бы нормально было. Кстати, тут ужасно кофе, я не знаю, как вы справляетесь с этим с утра. Вот, поэтому, а на улице холодно выходить за... Ладно, короче, я тоже вчера случайно перегулял, и я забыл, что я сегодня должен выступать. Вот, и поэтому у меня сейчас вообще нет никакого фокуса. А, вот, что мы сегодня будем делать? Мы сегодня будем мечтать. Я буду делиться своими мечтаниями. Тот, кто будет со мной лучше всех делиться мечтами, получит ключ. Тут ключ. Сладкий, правда, я нашел. Оказывается, прикольная тема. Еще вы помните, да, футболочки. Ну, вы уже второй день, все уже с футболочкой, наверное, нет? Поэтому тот будет участвовать, задавать мне каверзные вопросы или комментировать громко, чтобы все слышали. И, в общем, получит вот эти все подарочки, потому что как же без них. Вот, я, кстати, а переводчик тоже есть сейчас, да, какой-то, который переводит на английский? Да. Я очень извиняюсь перед тобой, кто-то там переводишь, потому что, блин, у меня мой словесный этот. Я прошу прощения, и я понимаю, что надо еще одну шоколадку принести тебе там в комнате. Вот, две, да. Вот, поэтому сразу прости меня. Ладно, в общем, мы сегодня поговорим про мечты, мечты мои. И поэтому, ну, поэтому я начну с себя. Как вы видите, в моей семье только один адекватный человек – это моя жена. Вот. Я с дочей, мы, по-моему, на одном и том же уровне. Вот. И вот, ну, это обо мне, наверное, вкратце. И также я сейчас стал таким большим quality-боссом в очень маленьком стартапе. И мне там просто сказали, все, занимайся quality. И поэтому вот как раз доклад об этом, как я пришел и начал воплощать все свои мечты, как обычного QA-инженера, который перед этим работал целых два года в Гетте и просто пытался там все изменить мир. А потом пришел в стартап и сказал, ах, теперь я сейчас тут все наделаю. В общем. И поэтому вот я Игорь Гольшмидт, в общем, кто меня не знает, я тестинг-гик, quality-фрик, спикер, блогер, ну, типа пытаюсь. Ну, еще я там выиграл одно соревнование. В общем, это вкратце обо мне. Работаю с VTIN. Это стартап, про который вы все равно не услышите или не слышали. И, в общем, я дальше углубляться не собираюсь. Вот. И когда я подумал, какие же у меня мечты могут быть, почему-то я пришел к автоматизации. Мне захотелось все автоматизировать. Я думаю, ну, вот, особенно когда ты делаешь регрессию, вот всегда хочется автоматизировать все. Вот когда, а? Очень резко хочется вот эти все тесты автоматизировать. И поэтому, когда я сел, сделал, кто тут пользуется всякими методиками. Как-то в Индии вот эти все делают, я забыл. Ну, сидишь там, типа молчишь, делаешь медитации. И вот когда сел, мне вроде попал стартап, теперь я уже большой босс там, ну, только по размерам пока что. Вот. И я начал медитировать, и вдруг мне вот пришло автоматизировать. Я даже не понял, откуда это взялось. И потом я понял, что, оказывается, в моей башке поселился маленький вот такой дракоша, который мне вот это и начал говорить, автоматизируй все, автоматизируй все. Хочется ему все время автоматизировать. Я сначала его не понял, кто он такой. Ну, потом мы познакомились, потому что я уже большой босс, и теперь могу рассказывать вам про все свои косяки. То есть в гете придумал себе какие-то героев и говорил, там, они накосячили, не мы. Вот. А теперь вот у меня в башке поселился Кволи, Кволи его зовут. Вот. Он очень любит, он такой идеалист, он хочет все, чтобы было качественно. И он питается багами, поэтому постоянно меня заставляет тестировать что-то. Я вот вообще никак. Я уже большой босс, я сажусь и начинаю тестировать, вместо того, чтобы там писать какие-то большие планы. Вот. И поэтому мы вот задумались о больших мечтах о протестировании QA, и я решил все же притормозить этого Коля и посудить с вами, кто такой вообще QA-инженер. Кто из вас считает себя QA-инженером? О, нормально в этот раз. А кто тестировщик? А кто тест-инженер? Нормально, одни и те же руки. Правильно, мы в правильном. А кто QA-отомейшн-инфра-девелопер? О, не, есть там. Я с тобой. Вот. Ну, в общем, поэтому давайте чуть-чуть определимся, кто же такой QA-инженер. Опять же, в моих мечтах или в моих реалиях, я не знаю, уже все запуталось. В общем, наверное, как я определяю QA-инжиниринг, и особенно в наших реалиях, ну, скажем так, что мы все стараемся сегодня хоть как-то работать в agile, хотя иногда это зомбаки какие-то, напоминающие waterfall, но типа в agile. Но самое большое, что изменилось за последние годы, что если раньше позиции или роли в quality были очень узкоспециализированы, то есть у нас были большие команды, если кто в банках до сих пор работает, наверное, или там, нет, ну, хотя финтек в России уже нормально, они там и начали что-то продвигаться. Но, допустим, я когда в свое время работал в банке, я помню, что у нас была такая позиция тестировщик, тестер. И ты целыми днями берешь, получаешь такой свит у тестов, 150 степов, и ты чисто их гоняешь. Вообще, ты не знаешь, что происходит. Вот был такой тестировщик. Потом был тест-инженер, это обычно там тимлид был, который писал эти тесты вообще. Ему им пофиг было, что там 150, зачем эффективность, у меня вон обезьянки есть. А и были еще там QA-налисты. То есть отдельные роли были каждый в команде, и они вот каждый по-своему делали. А потом появилась такая тема, как agile-тимы. Что у нас в agile? Кто у нас в agile работает? Блин, вообще классно, ребята. Ну вот, agile, когда я говорю, вот как человек классно показывает, мы типа agile, или мы приближаемся, то есть вдруг нам оказался, я один человек с 5-6 разработчиками, я должен делать и тестировать, и тест-инженерить, и еще QA-инженерить. Я специально разбиваю эти две позиции, мы об этом чуть-чуть поговорим в продолжении. То есть нельзя исключать, даже там самый великий QA-инженер не может уйти, и это его часть, его работа это тестировать обязательно, он должен это делать уметь. Поэтому я вот так как-то, кто знает, что такое спиральная динамика? Блин, ты единственное знаешь, да, я вот случайно попал. Очень классная тема. И я каким-то образом эту спиральную динамику впихнул в спиральное развитие тест-инженеров. То есть я, как мне кажется, что реально, мы вот так по спирали сегодня развиваемся, и мы не должны останавливать, и получается одна из другого вытекает, как я и сказал. То есть ты сначала становишься тестировщиком, ты начинаешь понять, как вообще тесты делать, потом ты становишься тест-инженером для того, чтобы начать тестировать что-то, уметь дизайнить, планировать и реально быть уже каким-то инженером. Синий он инженер, понятное дело, что развитие, и QA-инженер. В общем, поэтому про кого мы говорим, про мечты какого человека? Человека, который вон там, короче, во всех этих, в двух последних позициях. Вот, и поэтому, в принципе, QA-инженер – это человек, который надевает, наверное, три шапки в своей команде, которые там кросс-функционально, это там, который занимается assurance-ом, контролем информации, information-providing. Почему я написал information-providing, кто не понимает? Ну, я думаю, все, да? Ты не подсказывай, я тебе объяснял уже два раза, это мой куратор. Вот, и, ну, information-providing, потому что, в конце концов, что у нас делают тесты? Для чего мы вообще тестируем? Нет. Ну, это можно, но нет. Что у нас с тестами? Что мы вообще… Какая главная цель тестов? Тестирование? Блин, нет. Что? Ребята, все, следующий урок, сразу идем в ICQB. Еще. И тогда оставлю. Ты? Нет. Ты сиди. В общем, тогда оставим это. Подумайте, думайте, вспоминайте, что же… Какая главная цель тестирования? Баги искать. Ой, еще одна, блин, где ты? Баги искать у нее. Вот, кстати, кто сказал про благословление? Ну, вот, в самом деле, если мы… Я напомню, ну, тестирование, в конце концов, это обеспечить информацией о состоянии продукта всех остальных стелхордов. То есть, главная цель тестировщика – это быть информацион провайдером. Это вот люди очень любят, Лиза Криспин об этом разговаривает, кстати. То есть, в конце концов, тестирование – это инструмент, с помощью которого мы понимаем состояние продукта кончательного и говорим, потом сообщаем всем остальным. И главные артефакты этого тестирования какие? Нахождение багов, может быть, какая-то обратная связь. Мы почувствовали, что, может быть, сделан продукт хорошо, но говняно. Ну, в плане того, что… Он не выполняет то, что мы хотели, да. Вот, поэтому это тоже главная часть, и мы об этом тоже сейчас поговорим, потому что мы же сегодня про автоматизацию говорим. Вот, и поэтому, когда я с Колей посидел, помедитировал, мы подумали, думали, блин, какая должна быть мечта у человека, который занимается качеством. Ну, реально, единственное, которое первое в голову пришло, это сделать все качественно. Понятно, что это такая глобальная идея, поэтому мы начали, попытались все разбить на какие-то более мелкие мечты. Вот, и мы начали чуть-чуть развивать, как же можно достигнуть этого такого идеала, что все будет качественно. Мы начали думать, и, в общем, первая мечта у нас каким-то образом пришла, опять же, в разрезе автоматизации, что автоматизацией пользуются все. Кто у вас в компании пользуется автоматизацией? Нет, прямо все. Не, я имею в виду, какие роли из команды Vigil пользуются автоматизацией? Вот. А вот нам с Колей захотелось, чтобы все. Вы представьте, как было бы прекрасно наш мир, чтобы все, даже продакт взял и начал пользоваться автоматизацией каким-то образом. То есть автоматическими тестами. Когда я говорю автоматизация, это про тесты мы говорим. Представьте, что дизайнеры могли бы брать и пользуются автоматизацией сами. Без нас. Как инструмент вспомогательный, понимание вообще, как продукт выглядит. То есть это интересная очень идея, как мне кажется. Вторая мечта, которая была, это делать автотесты везде и всюду. Как можно. Каждый, не знаю, там в рекваре что-нибудь поменяли, сразу тестами покрываем. То есть первая мечта, вторая мечта была, это реально все покрыть автотестами. И вот, как вы видите, в DevOps оказывается можно, реально они говорят, что можно делать все. Везде, на каждом этапе нашей разработки мы можем постоянно что-нибудь тестить. Это выглядит очень прикольно. И мы, я думаю, к этому, наверное, когда-нибудь придем. То есть вот многие сегодня на докладах рассказывают про DevOps, про Continuous Integration, это все туда идет. Вот. Потом у нас еще есть третья мечта. Но это мне близкая очень была мечта, что вообще отменить регрессию. Нафиг она нужна? А перейти просто на то, что у нас вместо регрессивных тестов и циклов будет просто кросс-системные проверки. Потому что в конце концов, для чего мы делаем регрессию? Давайте. Не стесняйтесь. Ну ладно. Я долго хотели, что работала и работала. Чтобы быть провайдером. Информационные. Нормально. Ну нет. Ну есть еще и прогрессивные. Так какая разница между прогрессивными и регрессивными тестами? Вот. Да. То есть в конце концов, что новое изменение кода не повлияло на функциональность кода, которого мы не трогали. То есть регрессивные вещи. Поэтому я думаю, с помощью автоматизации мы можем это решить. И вообще отказаться от таких вещей, как регрессивные тесты или циклы, а перейти просто на кросс-системные тесты. То есть кросс-системные, это мы говорим про тесты, которые просто проверяют на порезы всю систему, когда мы там что-то пушим. Ну, мы же про автоматизацию говорим, правильно? Мы там чуть запушили, сразу погнали у нас какой-нибудь сяйчик, кросс-функциональные тесты, если они большие там сайты. Потом можно Nightly Cycle запускать. И таким образом у нас будет все так красивенько покрыто, и мы вообще можем отказаться от регрессивных тестов. Вот. Но это еще одна мечта, о которой мы говорили. О, вот это сейчас будет много холивара, я надеюсь. Автоматизировать и следует, скажем, тестирование. Ба! Да, кто думает, что это классная идея? Блин, ну. И тут был подлог. В самом деле, я думаю, что само исследовательское тестирование хрен про автоматизируешь, но мы можем сделать, как и во всех нашей работе, какие-то вспомогательные инструменты. Вот представьте, когда вы… Кто занимается эксплоратори-тестами иногда в своей работе? Вот. Вот представьте, что когда вы там тыкаете сами, за вами бежит какой-нибудь там рекордер и запоминает, куда вы зашли и куда зашли, и сразу собирает какие-нибудь логи. И в тот момент, когда вы зашли по эксплоратори куда-то, куда вы даже не поняли, куда вы пришли, обычно это так приходит, тебя заводит куда-то, и ты такой, о, бага, а как я ее сделал, блин, непонятно. Вот. У вас будут какие-то вспомогательные инструменты, которые, с одной стороны, будут сразу логировать и забирать всю эту информацию, а с другой стороны, сразу запоминать этот сценарий, может быть, его сразу логировать куда-то в свиту автотестов. Тоже было бы, мне кажется, прикольно. Вот. Еще ассистент тест-дизайна. Кто у нас тест-дизайном тут занимается? Блин, звучит как-то не так, как будто. А чем вы пользуетесь? Чем? О, я не знаю, что такое дичь. А кто майндмэпами пользуется? Вот. А представьте, можно было на майндмэп, вот как-то накидал, сразу что-нибудь нажать, и оно сразу в тест-кейсы в джиры перевело. А? Была идея такая? Ну, вот, к сожалению, я не нашел такого инструмента, но мы об этом обсудим дальше, но было бы прикольно, мне кажется. То есть в любой момент, в любой часть нашей работы, для более эффективной работы сегодня можно было, мы с удовольствием могли бы добавить какой-нибудь автоматизатор, который нам бы помогал это делать. Не делал бы за нас работу, а помогал бы нам делать нашу работу более эффективной. Вот. Поэтому это была пятая мечта. И, в принципе, мы когда подумали, как же это все сделать, мы поняли, что, наверное, решение это должна быть автоматизация всего этого процесса. И мы вот такие, да, все, мы пришли в старт, начали фигачить, все думать, говорить, давайте все будут тестировать, все будут автоматизировать, и так далее, и тому подобное. Но, как обычно случается, у нас появились, и, конечно, небольшие, стоп, не туда, проблемки. А, нет, подождите, я уже убежал не туда. Да, просите. Вот, это все, я больше виски не пью вечером. Где этот человек, который меня спавил вчера? Короче, когда мы зашли и подумали, что нам в автоматизации впихнуть, и как это сделать, все наши мечты воплотить, мы начали исследовать рынок всех инструментов, которые находятся, и что можно вообще бесплатненько нам впихнуть в стартап, и чтобы реально приблизиться к нашим мечтам. И мы вот нашли такое, первое, что оказалось, сегодня уже есть в виртуальном нашем мире такая борьба между двумя фреймворками, код и кодлест фреймворк. Кто слышал когда-нибудь про кодлест фреймворки автоматизации? Их еще называют рекордерами у вас, я это первый раз услышал. То есть ты зашел, но откликал это. И оказывается, реально сейчас уже идет такая война. Почему? Потому что код фреймворки наши, которые сегодня существуют, они реально выглядят как вот этот пулемет. Ну, все, не знаю, там это Первая мировая. То есть его для того, чтобы развернуть и куда-нибудь запустить, тебе как минимум надо там инфра-девелопер, который будет два месяца работать, тебя расправлять, раскрывать, поднимать фреймворки, тест дата, там, так далее, подключать. А потом ты такой говоришь, а, не, нам не туда, нам вторую сторону надо. И ты так говоришь, ладно, еще месяц. И вот так ты его тягаешь, а пока ты из него выстрелишь куда-нибудь, когда-нибудь получишь какой-нибудь эффект, у тебя постоянно берет очень много времени. А если у тебя еще какая-нибудь там большая система, то ты вообще год можешь ее разворачивать, писать там какие-нибудь специальные фреймворки, которые будут подходить только для твоей системы, а потом, хоп, и рекварименты изменились. И все. И опять мы. И тут параллельно появляется такой прикольненький маленький пулеметик, который ты можешь за часик подключить, и он начинает работать и делать какие-то тесты. Ну, с ним тоже некоторые проблемы есть. И реально сегодня у нас начинается, если вы не заметили, небольшая битва между этими двумя продуктами. То есть, с одной стороны, у нас есть такой классический, огромный, видите, вот это все для того, чтобы поднять информацию, нам какой-нибудь там фреймворк автоматизации, нам надо, где у нас доктор, что нам надо? Нам надо какой-нибудь язык программировать, там выбрать, потом фреймворк для прогона теста, там, допустим, Java, G-Unit, Selenium, а вдруг у нас мобильное приложение, и что нам надо? Apium, а потом для того, что мы хотим еще у нас dependency подгоняться, нам нужен Maven, а потом еще что-то. И это все. И потом надо тесты писать. Вот, начинаем. И с другой стороны у нас есть инструменты, которые я сейчас покажу, которые ты просто заходишь, кликаешь кнопочками, и у тебя появляются тестики. Вот, сейчас даже. И поэтому, ну, вот эти проекты, они уже сегодня, вот этот проект, ну, я, к сожалению, видео не сделал, то у меня времени на него не было, вы просто берете, заходите на ихний сайт, вставляете в Android ваш такой кабелек, plug-and-play, помните, как в свое время было для видеокарт, и выбираете приложение и пишете автоматизацию. И это берет вам 10 минут вместе с регистрацией. И не надо никаких Maven, не надо никаких Apium. Вот. О чем мы говорим? Допустим, вот первый. Mable. Кто-нибудь слышал про этот инструмент? Mable. Он хорошо пока что, ну, из того, из моего знакомства, работает, там, допустим, с вебами для Selenium, которые у нас есть. Кто у нас, о боже, что так уже? Ладно. Кто у нас занимается тем, что покрывает веб-страницы GUI Selenium? с вебами для Selenium? Вот. Ребята, учите еще что-то. Срочно. Срочно. В течение пяти лет вот это заменит. В течение пяти лет. Почему? В течение пяти лет, потому что сейчас это стоит как чугунный мост. Лицензия. А завтра, это когда будет еще пять таких продуктов, это станет дешевле. А работает он так, смотрите. Я вам гифку сделал. Тык. А вот это все. Человек просто кликает, а у него тест-кейсы записываются. Вот тут. Прямо клик туда-сюда, и он создает тебе свиту. Тест-кейс. Тест-кейс уже сразу идет в SAS-овском. Этому у тебя идут тест-тест-тест. Ты можешь нажать run, он опять начнет играть. Захочешь, в течение трех минут подключаешь гриду любому. А как потом проверить, что у тебя входит и там входит включение? Это ты уже углубляйся. Я не сказал. Но, но, но. Валидация, допустим, валидация, верификация всех объектов, любое изменение, которое у тебя есть. Знаешь, сколько у нас объектов хотя бы на этом сайте? А если у тебя 100 тестов, которые используют какую-то кнопку, а потом она у тебя поменяет. А вот, а вот, допустим, в этом инструменте у них есть IEO-домы. Они специально отслеживают по твоим тестам и сами ремонтируют это по домам. Они знают, я не знаю, как у них там алгоритм какой-то сидит. Если твоя кнопочка сдвинулась направо, ты можешь этот объект выделить его и во всех тестах, которые он есть, проапдейтить. И все. Ну если, а, что значит фронтендер не очень? Ну да. А есть прикол. Представляете, что вот этим инструментом просто, как мы видели, что нам надо было сделать? Нам надо было зайти в интерфейс и покликать. Правильно? Кто может этим делать? Это может делать продакт, это может делать фронтенд. Ты ему скажешь, все, вот тебе тесты, пиши здесь. На всю твою химию, которую ты напишешь постоянно, я потом открываю 50 багов на то, что у меня филд не открывается. Вот, надкликай здесь и скинь мне. И все. Вот это за два... Конечно, я на вот этом инструменте лично, я в течение двух часов поднял полную верификацию нашего веб-пейджа, он там с кучей объектов, которые, потому что мы работаем с календарями и так далее и тому подобное, валидация, верификация, подключил это к джири для того, чтобы можно было сразу открывать баги и подключил браузер-сток к гриде и запускать. В течение двух часов. А через две недели у вас все будет? Все плохо, я не знаю, что это будет в течение пяти лет. Но, ребят, но... Можно еще? А как, например, мне на полу реквесис скидку и скидку и скидку и скидку и скидку? Ну, у тебя есть интеграция с Дженкинсом, что хочешь? У меня изменения в самом полу реквесисе какого-либо года. Ну и что? Надо проверить прям сразу, что я ничего не поломал. Ну? А как они вот эти интегрируют? Ну... Не, ну это для этого ты открываешь порты, специально настраиваешь прокси, ты же в гриде запускаешь ты где-то делаешь. Я не сказал, что это такое. Хоп, запустил полностью. Но раньше этот проект, два года назад мы пробовали тестим, он ни хера не работал вообще. То есть вот это было сделать, это можно было тантюнинговать. Сегодня это реально вариант, который работает потихонечку. В течение двух лет мы превратим тестирование по крайней мере некоторых вещей. Я не говорю, что удобнее, допустим, API на нем, еще тяжело делать. Почему? Хотя у него есть функциональность API проверок. Почему? Потому что для бэккенд-разработчиков лечит писать на коде API. И это будет совместно, это не будет что-то отдельное. Я не хочу сейчас, у меня по времени, да, к сожалению. Просто я вам рассказывал, что уже этот инструмент есть, и он идет, он появляется на рынке. Ну, пусть он будет селением идея, но он, по крайней мере, сегодня он интегрирован уже со всеми этим. Ты реально? Я не слышал, почему взлетим. Вот тут был тест кампрым уже 20 лет, и селением идея уже в наших 10 лет. Так же это делается. Хорошо. Я понял. Концептуально только посмотрите, что это есть. Почему? Ну, потому что я вижу по динамике, потому что два года оно вообще не можно, нельзя было это понимать. А сегодня у тебя министерство внутренних дел Израиля пользуется инструментом, тестим. То есть, если вчера у тебя не было жены, и сегодня есть жена, то послезавтра будет две жены и так далее. Нет, ну ты не совсем про... Нет, это ты не про это говоришь. Это ты не про это говоришь. Но, по крайней мере, про стабильную... У нас, в конце концов, с этим есть еще проблемы, еще много проблем. Но надо понимать, что мы сегодня туда идем. Ты не можешь сбежать. Ты не можешь целыми днями писать API-тесты, реквесты, когда у тебя сегодня есть постман. А что ты постманом... Почему мы тогда постманом начали пользоваться? А, ну да, так сложилось. Вот так сложно, что через пять лет человек, который будет просто переводить Selenium тесты, брать сценарии и переводить тесты и делать верификации на кнопочки, он уже не нужен будет, потому что я могу накликать этой фигни за пять минут. Или он будет накликивать. Но я имею в виду... К этому мы сейчас придем. Но именно самой функции надо понимать, что мы двигаемся. Мы двигаемся вперед. У нас будут более сложные задачи перед нами стоять. Вот. Но мне понравился холивар. Я готов дальше еще про него дальше обсудить. Но нельзя избегать этого, что в концепции мы не можем постоянно пользоваться тяжелыми настраиваемыми фреймворками, пулеметами и так далее. Я не говорю, что это silver bullet. Я говорю, что это инструмент, который у нас появится в обиходе. И мы будем им, хотим или нет, мы будем им пользоваться. И это повлияет на нашу каждодневную работу. Как тест-инженеры, как автоматизаторы и так далее, и тому подобное. Я знаю, что еще в конце мы еще будем больше ругаться, потому что я еще там некоторые заключения сделал. Но это наоборот хорошо. Я как раз для этого сюда и пришел, чтобы это... Все эти ваши мечты об этом обсудили. Вот. Но... Просто вот вы еще, кстати, не успели про проблемки поговорить. Вот. Первая проблемка всех этих инструментов, которые мы сейчас обсудили, якобы в теории они будут пользоваться все, кому не лень, правильно? То есть автоматизация это как какой-то инструмент тестирования. У нас... Вот. Кто знает, кто такая Инджи Джонс? Ну, в общем, такая-то очень крутая тетя с автоматизацией, которая в Америке, в Европе, ну, про рули по этой теме. И она сказала, что в самом деле проблема не в том, что не хотят, а не умеют. Люди тестировать. И разработчики в том числе. Поэтому первая проблема автоматизации, которая... Какие бы у нас инструменты офигенные не были бы, у нас будут все равно люди, которыми будут пользоваться. И они просто не будут знать, как им пользоваться, не будут хотеть им пользоваться, и так далее, и тому подобное. То есть продакту можно сказать, что вот, посмотрите, интересный инструмент, который можно накликать и понять, и сразу сделать тебе такой acceptance test на какой-то новый объект. А он человек, и он может не захотеть или не знать, как делать. Поэтому у нас в это будет первая проблема. Вторая проблема. Что, где, как. Ну, как в этом. Есть какая-то передача. Что, где, когда. Вот. Вот примерно что-то связано с самими тестами. Что они там тестируют. Вот. В кого юнит-тестами покрывают у нас разработчики. А кто знает из вас, что они именно покрывают там? Ну, это в теории, да. А, ну, отлично. То есть очень большая практика обычно у нас или проблема в том, что у нас что-то покрывается, а что покрывается, неизвестно. То же самое у нас будет с автоматическими инструментами, которыми вроде они что-то будут покрывать, а что они будут покрывать, никому не будет неизвестно. И это контролирует, когда у тебя команды, каждая команда по пять или шесть, семь человек, которые начинают писать, создавать какие-то тесты-автомацию, у нас с этим становятся проблемы. И потом это все еще потом повторно использовать, потому что мы производим тесты с такой скоростью, что представь, что все будут производить тесты, что это за этим уследить будет очень проблематично. И поэтому в течение двух недель вы создали тысячу тестов, а потом ими еще повторяем пользоваться, будет еще больше проблем. Поэтому это уже проблемка вторая у нас. Еще одна проблема с автоматизацией в общем какая у нас? Подсказка. Цель это у нас автоматизация? Автоматизировать все это цель? Правильно. И мы вот, к сожалению, на своем опыте в нескольких компаниях, я заметил, что иногда автоматизация превращается в цель, а не в средство. То есть цель нам поднять офигенную автоматизацию, давайте создадим огромный проект, будем его пилить год, а кто им пользуется? Кто-то там CI, по-моему, попробует, но валится. Поэтому, наверное, еще проблем, которые у нас с внедрением автоматизации использования его каждые дни, нам будет еще больше проблем именно в командах. Вот. Ой. Нет единой системы тестирования. Как раз вот я отвечаю на вопрос в плане того, а как же будет, если будет у нас много, а если у нас будет CI, а у нас же надо еще backend будет у нас, тесты и так далее и тому подобное. Мы, понятное дело, что вот этими прекрасными штучками, которые я показал, они няшно выглядят, не сможем покрывать какие-то части систем. То есть для каждого работника или роли в команде будет определен свой инструмент для тестирования. То есть для ГУИ, для ВЭБа, скорее всего, будут какие-нибудь такие инструменты, рекордеры, которые ты быстренько накликал и сделал. Но, скорее всего, для все, что связано с backend, когда у тебя ГУИ нет, ты там все равно будешь это все управлять и писать кодом. Потому что, скорее всего, кто это будет писать? Разработчики. У них также будет юнит-тест, и это надо будет все объединить в одну систему. Соединить это все и сложить, чтобы это все играло вместе, а не по отдельности. Потому что по отдельности ты не найдешь, где голова, где хвост, как это все запускать вместе. Поэтому у нас реально становится сегодня проблемой, что у нас нет никакой, может быть, есть там, вот я слышал SmartBear, или как там, они там пытаются запустить какую-то глобальную платформу, которая будет все компоненты вместе играть и создавать аналитику. Но вот внедрение вот этих сегодняшних инструментов, пока у нас объединить это и дать эту информацию кому-то одному, чтобы ты мог понимать, где у тебя что прыгает. В репортере это прикольно, но каверич как определить? У тебя в одном инструменте один из тестов, в другом инструменте другие тесты, все равно это будет проблема. И пятая проблемка. Почему я говорю про качественный процесс? Потому что я рассматриваю автоматизацию в общем как продукт разработки. О, блин, у меня вышло время. Ребята, еще останьтесь пять минут, потому что у меня прямо чуть-чуть осталось. Я надеюсь, да? Там кофе потом. Вот. Качественный процесс разработки. То есть у нас реально, как я и сказал, автоматизация почему-то все время идет таким боковым проектом. И очень мало где я видел, что перед тем, как вообще запустить автоматизацию, делают requirement, определяют человека, который будет такой product owner автоматизации, который может определить и сказать, а что же такое, для чего мы вообще собираемся пилить автоматизацию. Не для того, чтобы у нас там классно был такой buzzword, и она у нас где-то там есть, а что надо делать, нам уже неизвестно. Или не из-за того, что мы хотим просто, чтобы у нас был CI, а потому что у нас реально для этого есть надобность. И вот эта проблема, и потом, когда он начинает его имплементировать, если это проект автоматизации, у нас там тоже косяки с процессами будут. Как это создавать, как будем писать автоматизацию, как мы будем интегрировать, и так далее, и тому подобное. Вот. Поэтому мы с квали подумали и решили, что для всех этих проблем с автоматизацией у нас есть решение. И это как раз тоже подключается к нашим мечтам. И вот оно решение-то. Во всем этом инструменте автоматизации и во всех этих проблем, которые мы описали, кто их может решить? Это может решить или QA, или тест инженера, это как вы уже смотрели, будете процессами заниматься или нет. Сейчас мы это опишем. Именно тест инженер должен понимать и решать все эти проблемы. Ну, просто подумайте, почему, и сейчас мы как раз это обсудим. Вот, сеньор тест инженер, почему я говорю сеньор, потому что это человек, который реально должен знать, понимать, как пользоваться всеми инструментами, которые мы перечислили, которые в будущем будут там автоматизации. Если это там какие-нибудь такие няшные кликеры, рекордеры, или там какие-нибудь там мокали, чайли, которые будут покрывать функционально, но backend часть или там unit test надо будет смотреть. Именно этот человек будет у нас заниматься всем, что связано с information providing tools. То есть, одна из вещей, которую мы все время забываем, что у нас есть в принципе два инструмента, которыми мы работаем. Это инструменты. Тестирование – это инструмент. И тестирование, которое у нас есть сегодня, у нас ручное и автоматизированное тестирование. И мы все время боремся пока что. Не, я мануальчик, не, я автоматизатор. А мы вообще забываем о роли, что в конце концов тест инженер, ему должно быть пофиг, каким инструментом он пользуется. И вот эта война, что у нас разграничение сегодня есть, не, я там автоматизатор, не, я мануальчик, я шета. И оно вообще не должно быть, потому что тогда это теряется вообще весь смысл тест инжиниринга. И в самом деле, наверное, должно выглядеть вот так. Каждый тест инженер, который занимается information provider, и должен быть тест экспертом в том, что он делает. и его роль будет вот как раз вот там. Что и как делать? С помощью методологий правильных, с помощью дизайнинга правильно, с помощью покрытия и так далее и тому подобное. А вот это все ручное тестирование, какие-то инструменты такого, юнитесты, API-тесты, не знаю, интеграционные и так далее, это в конце концов инструменты. И мы об этом должны не забывать. И мы когда-то придем в таку моменту, мы к нему идем, что это будет в конце концов только инструмент, как постмен. Вы же никогда не пишете себе постмен тест инженер, я не знаю там, или постмен юзер, или фидлер. Вот. Вот этот момент очень важен, что мы сегодня концентрируем наши роли только на самих инструментах. Мы говорим, я автоматизатор, но в конце концов ты, скорее всего, софтвор-девелопер. И ты должен себя к себе так подходить. Потому что тебе завтра уже не только надо будет создоподнять фреймворк и писать, а уже заниматься фулл стэк технологическим какой-то поддержкой всех твоего проекта. Вот. А тот, кто будет это настраивать и пользоваться, должен быть тест инженер, который должен знать, уметь пользоваться этими инструментами. Вот. И выступать, как я написал, чем человеком, который будет определять что и как и помогать это. А помогать он будет всем тем, кто у нас будет автоматизм юзерс. Как я и сказал, продукты, разработчики, которые, с одной стороны, не хотят писать тесты, но они ни хера не знают, как их писать. Я, ну, простите, если тут сидят разработчики, которые там, но я вот не встречал людей, и вот мы недавно даже сделали эксперимент у нас в стартапе, мы дали темлиду написать покрытие API тестов для NOI фичи. И человек сказал, ну да, вообще фигня, я сделаю, конечно. Он закончил два дня назад уже эту фичу, и два дня пытается понять, как покрыть API тесты. Почему? Потому что в API запросе у нас 30 параметров. У каждого параметра у нас может быть по четыре разных валию измениться. И она говорит, слушай, если я начну сейчас все покрывать, который я вроде бы сделал эту математику, я в охере, я могу еще один спринт это делать. И тут он зовет тест инженера, который должен сделать тест дизайн, должен воспользоваться всеми методологиями, практиками, которые мы якобы учили на ICQB. я из ICQB это просто предлагаю, но это именно обучение тест инжиниринга, и сказать, да, у нас есть бизнес флоу, это критическое, это не критическое, сделать риск менеджмент, и дать ей какие-то сценарии. Поэтому все у нас, которые будут автоматичные юзеры, они не будут все равно знать на том уровне дисциплину тестирования, как мы должны ее знать. Это человек, который тест инженер, он будет менторить и показывать, и помогать, как пользоваться этими инструментами, и как, и что надо тестировать. Это будет такое, как поддержка, это одна из ролей. Поэтому, как мы сказали, первое прослойка, второе здесь уже менторинг и экспертиза. Вот прослойка, это звучало плохо. Да, в общем. Вот. И вдруг я что-то вспоминаю про QI-инженера. А что я вспоминаю про QI-инженера? Ну, я не мог просто. Я очень люблю слово QI-инженера, я просто не мог про него забыть. А потому что у нас любой, каким бы инструментом мы не пользовались в нашем проекте по автоматизации, в конце концов, как мы сказали уже сегодня, любой проект автоматизации, тестирования, это проект разработки. И в нем тоже будут процессы. Хотим мы или нет, и мы не можем от этого убежать, потому что там тогда выходят какашки всякие. Вот. И поэтому нам должен быть человек, который, кроме того, что он в команде поддерживает процессы, как QI-инженер, который там вместе с тестированием вводит какие-то, он также еще должен в автоматизации смотреть, потому что автоматизацию очень быстро можно засрать. И потому что если начинают работать над этим проектом трип разработчика, и каждый создает себе новые классы для них и тех же функций, то ты очень быстро находишь огромное количество тестов, которые повторяются, и они там вообще, код очень быстро уходит в дебри, и, ну, реюзинг мы уже не говорим, про билдинг-бокс мы уже тоже не говорим, и так далее, и тому подобное. А надо это все воспитывать. И получается, что QI-инженер у нас тоже, как и на любом проекте разработки, должен заниматься процессами качества. То есть, если мы говорим про моральный кодекс, кто-нибудь слышал про моральный кодекс? Это quality culture для разработчиков, кстати, это больше. Ну, есть такая тема. Знаете, у них оказывается в гайде по software developer guide есть такая книжечка очень прикольная, которая там каким-то институтом компьютерных технологий инжиниринга была выпущена в последней версии в 2014 году. У них есть в черном по белому написано, что такое культура программиста. И там написано, что ты должен проверять свой код, и так далее, и тому подобное. Ну, и все остальное. И вот они, к сожалению, этого не знают, потому что у нас много сейчас, много ребят, которые девелоперы, думают, но они в самом деле кодеры. Им надо это напоминать, к сожалению. Вторая вещь у нас, понятное дело, что мы говорим качество процессов. Тут очень можно запутаться, что в самом деле программное обеспечение у нас автоматизация разрабатывалась. Вторая, это именно процесс управления качеством. Ну, все, короче, с качеством качество и процессы. Вы поняли, да? Вот. Я понял, что, да, QA, все, не пошел. Не пошел, ладно. Вот. Короче, вы поняли. Идея, качество и процессы. Мы не забываем, что автоматизация. Ну, и риск-менеджмент даже в автоматизации мы должны управлять, когда мы делаем какие-то изменения в самом проекте, мы тоже должны управлять риск-менеджментом в самом. Вот. Поэтому у нас получается такая вот сегодняшняя эволюция потихонечку приходит, что, как мы сказали, что тест-инженер становится своего рода ментором все, что связано с экспертизой по тестированию, а QA-инженер это больше такой коучер, который все время, ну, это взаимовключить, ты должен одно другое включать, поэтому можно еще халиварить отдельно, но, в общем, смысл, что при автоматизации также QA-инженер должен больше коучить. Еще две минутки и все, я почти закончил, простите. Поэтому тут краткое описание всех, как вы видите, у тест-инженера автоматизация уже идет включена, больше как пользователи, они никак не писака, но все равно он должен понимать, выполнять, поддерживать или анализировать автоматизацию. Понятное дело, что есть тест-инженеры, которые должны будут более проф углубляться, если мы говорим про перформанс или лоудинг-тестинг, или имбеддет, это отдельная струя, там тест-инженер должен технически быть подкованным, и, понятное дело, автоматизация там совершенно по-другому идет проект. Но главное, что сегодня наш фокус смыслился с тестирования, а именно тест-анализ, тест-дизайн, тест-планирование, то есть инжиниринг такой. Надо понимать, что сегодняшняя наша роль, если мы хотим выжить в наших будущих инструментах и так далее, и тому подобное, фокус надо передвигать туда. Учитесь быть инженерами. Я думаю, тут все уже научились, так как здесь. Ну, к юни-инженеру еще добавляется бухта с процессами. Опять же, это зависит, в какой компании вы находитесь, в какой команде вы находитесь. А, как же автоматизаторы? Все, надо уходить, да? Хотя бы пару вопросов. Ну, сейчас, сейчас, будет пару вопросов. Я подожду максимум. Я никуда не ухожу. А как с автоматизаторами? Что происходит с автоматизаторами? Вот сейчас начнется вообще тут месть мне. Ну, потерпите, максимум я выйду туда, вы меня порвете. Я знаю, тут ребята-антоматизаторы по-любому есть. А? Что случилось с ним? А, так я же это все выложу. Будет все в отличном качестве. Я даже раньше, чем они выложат. И как это? Слайд-шеринг, по-моему, называется. Поэтому. А с автоматизаторами я думаю, что в конце концов, хотите вы или нет, но я всегда воспринимал любых ребят, которые занимаются автоматизацией, это разработчики, с моей стороны. Это ребята, которые давным-давно, у меня в таких компаниях, как Google или Facebook, уже давным-давно поняли, что в конце концов, любой разработчик автоматизации, он разработчик. И оттуда, то есть все вопросы дальше снимаются. Не надо тут как-то, ты там умеешь таким фромеорком подниматься или таким, это не важно. Вы разработчики. То ребята, которые хотят заниматься автоматизацией, занимайтесь разработкой просто. Это cool и важно. Вот. Поэтому. Бам. Сейчас это тоже. Первое заключение мое. Те ребята, которые будут до сих пор и думать, будут, что вы в течение пяти лет сможете спокойно, хотя, опять же, в каких компаниях, может, где-то 10 лет, я знаю, что там банки у нас вообще, или там инфра, всякие компании большие у них, там вообще это с процессами долга. Но сама роль человека, который будет просто брать сценарий, который кто-то уже написал, переворачивать их и переписывать их в автоматизацию, потихонечку умрет. Она уже перестанет быть нужна, потому что или будут писать эту автоматизацию, или все остальные игроки, и нам специально роль такого автоматизатора, она просто не нужна будет. Как, ну, я до этого пытался вам доказать. Ручное тестирование останется, но оно будет настолько дешевым, что, скорее всего, даже индусы перестанут этим заниматься. Да нет, белорусы давно дороже, чем любой индус. Я думаю, там украинцы с белорусами все время за цену борются. Извините, как раз белорусы, я очень уважаю белорусы и украинцы, потому что ребята так отжигают. Вот. Да, вечером вообще. Ну ладно. В общем, третье, я надеюсь, донес эту мысль, что в конце концов, хотим или нет, быть просто тест-экзекьютором или тестером уже со временем. Ребята, надо развиваться. Надо становиться реальным инженером, надо понимать, что такое инженер. Надо учить много-много-много инструментов, надо учить методологию, практику, и фаундейшн-левел, который обычно нам дают на курсах, которые нам продают и говорят, что мы становимся тест-экспертами. Но уже нет, не хватает. Нам надо развиваться и учить. И второе, что я добавил, надо понимать и знать программирование. Хотим мы этого или нет, потому что все инструменты вокруг нас, которые будут, они будут завязаны на этом. Поэтому, ну, наверное, все. Есть еще? Вот. И последнее, что в самом деле все мои мечты были. Я думал о инструментах, автоматизация, оказалось о специалистах. Поэтому будьте специалистами в каждом своем деле. Это важно. И наслаждайтесь этим путем. Все. Бум.